Фотографии на память сотрудниками Самарского областного отделения Российского детского фонда с гостями и волонтерами. Организация 20 февраля 2023 года отмечает юбилей. 35 лет со дня создания. 35 лет это огромный опыт, это большое время, это тысячи, десятки тысяч спасенных, не побоюсь этого слова, спасенных жизней детей. Это дети, которые смогли вырасти, смогли выздороветь, смогли получить образование, получить профессию и найти свою семью. Российский детский фонд – это международная ассоциация детских фондов. Ее отделение работает во всех крупных городах страны. Первыми семьями, которые получили помощь из Самары, стали пострадавшие от землетрясения в Армении. С тех пор поддержку оказали десяткам тысяч детей. По словам сотрудников фонда, в свою очередь, они сами многому научились у своих подопечных. Дети вообще это очень, ну такое нежное, такое незащищенное с одной стороны, но с другой стороны очень устойчивое существо, каждый ребенок. Поэтому вот работать с ними и сложно, и приятно, и мы очень многому чему учимся от них. Это воспринимать мир ярко, это доброте, это честности, это непосредственности. Екатерина Агаркова работает в фонде всего несколько месяцев, но уже прониклась эмоциями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вспоминает, как они организовывали новогоднюю елку желаний. Мы помогали с Дедом Морозом, я была Снегурочкой, мы поздравляли их с Новым годом, и они были в таком восторге. Вы знаете, я никогда не видела таких счастливых людей. Они были очень довольны, что мы приехали к ним, поздравили, они были просто счастливы. В 2022 году фонд оказывал помощь детям из зоны СВО и семьям, которые приехали оттуда в Самарский регион. В честь праздника благотворителям и неравнодушным людям вручили благодарственные письма. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Светлана Тимофеева, Константин Головин.